Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Самарцы более 12 часов не могли вылететь в Грецию. Рейс пришлось отложить из-за технической неисправности воздушного судна. Представители 24 стран мира. Контракты и переговоры на самом высоком уровне. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин принял участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». Новый арт-объект появится сегодня в Самаре. На Комсомольской площади откроет паровоз «Памятник Лебедянка», который раньше работал на железной дороге. 217 человек после многочасового ожидания все-таки улетели из Самары в Ираклеон. Рейс должен был отправиться еще в половине четвертого ночи, но его задержали из-за технической неисправности судна. Как пишут некоторые издания, причиной задержки стали плоскогубцы, который оставил на входе в двигатель один из сотрудников авиакомпании. Из-за этого оказался частично поврежден компрессор. Спустя почти 15 часов машину все-таки удалось подготовить к вылету. С пассажирами на борту она отправится по другому маршруту, а в Грецию самарцы улетели на самолете другой авиакомпании. В Тольятти создадут более тысячи рабочих мест для бывших сотрудников автоваза и его дочерних предприятий. Таковы итоги участия губернатора Николая Меркушкина в Международном инвестиционном форуме, который проходит сегодня в Сочи. На какие еще дивиденды может рассчитывать Самарская область в нашем сюжете? На практике итоги форума жители области смогут оценить уже через месяц, когда в Автограде появится новый банковский колл-центр, а значит и новые рабочие места. В электронный архив будет стекаться информация со всех филиалов России. Размещаться новый колл-центр будет в старом здании автоваза. Для этого помещение существенно реорганизуют. Еще один такой центр уже для другого банка будет построен заново. Он появится в начале следующего года. Помещение разместится между Самарой и Тольятти. Будет рассчитано на 500 рабочих мест, которые займут IT-специалисты. Это подобный первый шаг, когда мощные центральные, скажем, мощные компании, базирующиеся в основном в центре, основные ресурсы, начинают рассредотачиваться. Конечно, это надо было делать значительно раньше им, значительно 10-15, может быть, даже 20 лет назад. Это во многих странах мира это сделано. Более того, во многих странах мира есть законодательные ограничения даже в столицах иметь объем банковского сектора, других направлений. И вот сейчас лед тронулся. И к нам сразу идут два банка. В конкурсе на размещение колл-центров на своей территории участвовало более 10 регионов. Сильную конкуренцию составило Подмосковье. Однако предпочтением было отдано Самарской области. Временные трудности, которые есть, мы стараемся всячески в этом преодолении этих трудностей помогать, как финансово, так и, скажем так, по-партнерски. Но ничего, бывают сложности, в конце концов. Для того партнеры и существуют, чтобы друг друга вместе разделить эту ночь. И я уверен, что все будет нормально, в конце концов. Всего в инвестиционном форуме «Сочи-2016» приняли участие более 700 руководителей российских и иностранных компаний, более 70 российских губернаторов. Ключевым событием форума станет пленарное заседание «Новое качество госуправления. Проекты для роста. Проекты для жизни», которое пройдет во второй день форума. Валерия Макарова, Виктория Шаре. События. Стоит паровоз и не стучат уже его колеса. Настоящий стальной ветеран Л-32-85 стал экспонатом музея Куйбышевской железной дороги. И теперь украшает своим мощным видом привокзальную площадь. Андрей Горгуленко был среди первых, кто оценил величие лебедянки. У этого красавца романтичное имя – Лебедянка. В честь ВВА Лебедянского, главного конструктора, придумавшего паровоз. В официальных же документах его называют Л-32-85. Свой путь паровоз начал с Ворошиловградского завода и надежно служил на Куйбышевской железной дороге. В 2011 году, спустя 58 лет работы, его отправили на покой. Теперь он, как и его братья в Рузаевке, Бугульме и на Самарском стадионе «Локомотив», станет символом уходящей эпохи паровозов. На всех этапах он выполнил свою роль. И сейчас мы смотрим на него, как на символ той большой работы, которая выпала на его долю. Паровоз выглядит целым только с одной стороны. В процессе реставрации правую стенку, скрывающую двигатель, демонтировали. Получилась машина в разрезе, чтобы каждому открывался принцип работы парового механизма. Чтобы поколение знало, видели, как работали. Это ж в то время тяжелый труд был. Машинисты, помощника и особенно кочегара. Открытие памятника приурочено к нескольким событиям. 1 октября исполняется 13 лет РЖД, а также отмечается Международный день пожилого человека. А с Лебедянкой связаны многие ветераны-железнодорожники. Мы будем изучать не только историю механизма, но и людей, которые его обслуживали, работали с ним. Это нам ценно, потому что время уходит, ветераны уходят, а память должна все-таки сохраниться. Л-3285 по праву называют настоящим тружеником. Сколько тон перетянул за собой этот паровоз, сейчас уже и не поддается счету. Но теперь ветеран уходит на заслуженную пенсию и оставляет достойную память для потомков. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин, События. Найти и обезвредить районные власти по поручению мэра проводят рейды в поисках незаконной рекламы. Фиксируют нарушения и устраняют их. Либо легализуют рекламу, чтобы она приносила доходы в бюджет. Либо снимают вовсе, чтобы не портить пейзаж города. В рейд со специалистами отправилась и Марина Матвеешина. Всю рекламу посчитали баннеры, счеты и различные конструкции. На фасадах домов находятся около 5000 вывесок. Теперь районные власти и специалисты комитета по рекламе выявляют те, что висят незаконно или не по правилам. И находят их собственников. Делают это буквально в ручном режиме. Обходят все конторы, которые находятся на первых этажах домов и выясняют подробности. Вы не подскажете, рекламные счеты, которые установлены за стеклом, вы на них разрешение имеете? За стеклом вы имеете в виду, который у нас и где качество? Да, да, в белых. Ну, я думаю, да. Ну, если вы имеете, вы можете их предъявить? Разрешение? Сейчас посмотрим. Сейчас созвонимся с юристом. Если реклама на фасаде размещена незаконно, ее нужно демонтировать. Что и предлагают собственникам конструкции. Но можно ее и легализовать. Заплатить госпошлину в размере 5000 рублей и получить разрешение на рекламу, действующее в течение пяти лет. Рекламные счеты размещать, в принципе, возможно, наравне с вывесками. Но для этого они должны соответствовать требованиям, архитектурных требованиям, первое, да, и эстетическим требованиям, которые предъявляет город. В некоторых случаях компромиссы невозможны, и рекламные баннеры просто убирают. Активная работа по наведению порядка идет сейчас по гостевым маршрутам. Также по гостевому проводится работа в железнодорожном районе улицы Спортивная, улицы Агибалова, Льва Толстого, Красноармейская. Это вот на данном этапе первостепенные улицы. И если обратить внимание, то там действительно есть изменения. Обычно, говорят специалисты-собственники рекламных конструкций, не идут на открытый конфликт и подчиняются правилам размещения рекламы. Но если и найдутся упрямцы, которые не пожелают идти на компромисс, их усмирят крупные штрафы. До миллиона рублей для юридических лиц. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Виктор Садовничий стал почетным профессором Самарского национального исследовательского университета. Решение принял сегодня ученый совет вуза. В Самару ректор МГУ приехал как председатель большого жюри. Конкурсы «Учитель года» 2016. Он посетил также медицинский университет и возглавил работу заседания Совета Российского Союза ректоров. В совете вуза приняли участие более 70 руководителей высших учебных заведений страны. Обсуждали вопросы развития высшей школы. В частности, ректоры поддержали инициативу Министерства образования. Кроме того, принято решение по вопросу создания московского международного рейтинга высших учебных заведений. Имя «Учителя года» станет известно 1 октября на торжественной церемонии в Театре оперы и балета. Сейчас завершаются последние конкурсные испытания, а также проходят творческие встречи. Аншлаг в актовом зале 132-й школы был на встрече с академиком Российской академии образования Шавлой Аманашвили. Что такое гуманная педагогика и каким должен быть современный учитель, узнала Лариса Шалафаст. Самое главное для учителя – верить в безграничные возможности ребенка, считает известный педагог, академик Академии образования Шавлой Аманашвили. Педагогика для него не наука, а философия. Шавлой Александрович – последователь гуманной педагогики. Это подход, при котором формируется личность, которая руководствуется в жизни духовными ценностями и способна помогать другим людям. По мнению Аманашвили, учитель должен не запрещать и поучать, а помогать, советовать и при этом уважать мнение ребенка. Где хорошие учителя, там хорошие дети. Понимаете, роль учителя не в технологиях, не в учебниках, не в программах, даже не в стандартах, а в таланте, в страсте, в любви к детям. На встрече с известным педагогом Аншлаг послушать советы ученого пришли участники конкурса «Учитель года». Сейчас проходит второй этап. В него из 89 педагогов прошли 18. Те, кто выбыл, не спешили уехать домой, чтобы попасть на встречу с Аманашвили. Для нас это большая честь побывать на встрече с таким великим педагогом. Он эталон, идеал. На его примерах мы учились. Перенять весь опыт невозможно, но с замиранием сердца будем впитывать все, что услышим сегодня. Программа всероссийского конкурса подходит к концу. Имя победителя «Учителя года» станет известно 1 октября. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Выборы Гоу как средство повышения политической культуры молодежи. В Самаре подвели итоги электронной акции, которая проводилась в день голосования. Для участия необходимо было всего лишь скачать приложение и привезти на участок как можно больше людей. Главный приз квартиры в Самаре. С рекордсменами встретился Олег Зверев. Не имей 100 рублей, а имей 300 друзей. Выпускница Самарского технического университета Марина Титова стала абсолютным рекордсменом избирательной активности по версии электронной акции «Выборы Гоу». В итоге приз – однокомнатная квартира в Самаре. Вместе с ней на участки пришли более 300 человек. Я заслужила этот приз, потому что выходных не было. Была жесткая работа. И усталость после этого дня была колоссальная. Ну а также это подогревалось чувством адреналина. Ближайший соперник Марина Антон Бахвалов набрал в четверо меньше отметок. Его результат – более 70. Впрочем, для Марины он не конкурент еще и потому, что его электорат – Тольятти. А награда – тоже квартира, только в Автограде. Где-то половина, половина ребят говорила, да, мы пойдем, и да, давай, мы тебе поможем. Половину пришлось мотивировать, потому что, ну, да ну зачем, зачем. То есть пришлось говорить, что ты что это выбор, это нужно, сходи, пожалуйста, ну и мне помоги. Серебряная награда – автомобиль «Лада Икс Рей». Бронзовая туристическая поездка в Сочи. А каждый пятисотый участник выиграл ноутбук, фланшетный компьютер, смартфон или фотоаппарат. Насколько конкурс «Выбора Гоу» повлиял на явку, не берутся утверждать даже эксперты. Но все-таки почти 15 тысяч человек стали его участниками. Причем половина из них скачали приложение 18 сентября. «Выборы Гоу» – уникальный самарский проект. По итогам акции число зарегистрированных в приложении составило более 1% от всех участников голосования в Самарской области. И не только. Организаторы зафиксировали более тысячи попыток войти в систему в других регионах страны. От Санкт-Петербурга до Забайкалья. А значит, акции, будучи еще не объявленной по всей стране, уже стали популярны. Акция для молодых избирателей проводилась в полушутливой форме. Это как охота на покемонов. Но попытка повысить гражданскую активность в духе времени явно удалась. Здесь нет никакой агитации. Здесь не было никаких призывов голосовать за кого бы то ни было. Здесь был один простой призыв. Ты должен знать о том, что выборы – это и для тебя, о том, что это важный шаг для каждого. Ты должен не стесняться об этом рассказать своим друзьям, знакомым. Как считают организаторы, в следующей подобной акции должно быть многократно больше участников. Люди увидят, что в виртуальном конкурсе можно выиграть вполне реальные призы. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Самарская область может стать автором методики выявления финансовых нарушений, которые будут пользоваться по всей России. Министерство финансов страны оказало эту честь в губернии в связи с тем, что по сравнению с другими регионами у Самары одни из самых высоких показателей по предотвращению выявлению нарушений и возврату средств в бюджет. К середине октября уже будет готово программное обеспечение, которое представят в Москве. А пока руководитель службы госфинконтроля подвела итоги работы за первое полугодие 2016 года. Усилиями службы удалось выявить финансовых нарушений на 4 миллиарда рублей. Вернуть в бюджет получилось почти половину. Чуть менее 2 миллиардов. Также на лиц, совершивших незаконные деяния, подано 6 исковых заявлений в суд. Пять дел уже находятся на рассмотрении. Больше всего претензий у госфинконтроля к объектам строительства, где заказчиком выступает управление капитального строительства. Есть заказчик, например, УКС. Он должен предпринимать все усилия для того, чтобы обеспечивать все-таки отсутствие тех нарушений, о которых мы говорим. Не должно быть такого, что не пришел контролирующий орган, да и славьте его Господи. Пришел, ну ладно, пойдем выполним то, что оплатили, пойдем переделаем то, что черти как сделали. Это просто аномалия. Минстрой должен обеспечивать контроль за тем, как УКС осуществляет функции заказчика. Об экономических событиях уходящей недели расскажет наш обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. В конце недели мировые цены на нефть снижаются. Один баррель марки Брент стоит 49 долларов 5 центов. Курс валют на выходные. Доллар 63 рубля 39 копеек, евро 70 рублей 93 копейки. Золото стоит 2682 рубля, серебро 38 рублей 60 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 64 рубля 76 копеек, дороже всего продать за 61 рубль 64 копейки. Стала известна стоимость гостиничных номеров для туристов Чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре. Гости города смогут остановиться в отелях по цене от 2250 до 75 тысяч рублей за сутки. Самарская область дополнительно получит 150 миллионов рублей на ежемесячные выплаты многодетным семьям. Общий объем федеральных субсидий на эти цели для нашего региона составит почти 590 миллионов рублей. А пассажиры могут сэкономить, купив с 5 октября по 7 ноября билеты на поезда дальнего следования. Место на верхней полке в купе будет стоить на 20% дешевле. На этом все. Удачи в делах. Далее коротко о других темах дня. Жительница Самарской области заплатит 100 тысяч рублей за фиктивную прописку мигрантов. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении жительницы Алексеевского района. Женщину подозревают в том, что с июня по сентябрь 2016 года она зарегистрировала в собственной квартире в поселке Суботинском 34 иностранца. Мигранты состояли на учете, но по факту ни они, ни хозяйка по этому адресу не жили. Женщине грозит наказание от штрафа в 100 тысяч рублей до 3 лет тюрьмы. На портале «Транспортный оператор Самары» появился график работы театральных автобусов в октябре. Зрители вечерних спектаклей по-прежнему смогут уехать в отдаленные районы на автобусах номер 1, 2, 34 и 47. Публику, побывавшую в Академическом драмтеатре имени Горького, будет ждать транспорт на пересечении улиц Фрунзе и Шостаковича. Зрители театра оперы и балета на площади Куйбышева со стороны Красноармейской. Набережную Самары украсит 10 тысяч тюльпанов. Высаживать будут цветы двух сортов – 3 тысячи розовых и 7 тысяч красных. На их приобретение МУП Самарской набережной потратится с городского бюджета 172 тысячи рублей. Поставщик определится по результатам конкурса 4 октября 2016 года. Самара входит в первую тройку городов, популярных для бюджетных поездок на Новый год. Интернет-сервис поиска отелей выявил самые недорогие и популярные туристические направления. В топ-10 самых недорогих и популярных для новогодних путешествий городов входят, кроме Самары, Владимир, Тверь, Смоленск, Калуга, Саратов, Томск, Тула, Иркутск и Иваново. По данным экспертов, внутренний туристический поток по России в дни новогодних праздников вырастет на 15% по сравнению с прошлым годом. Начало октября может принести в Самару небольшое потепление. По прогнозам областных синоптиков, к воскресенью дневные температуры повысятся до 18 градусов, а осадки прекратятся. А вот сегодня и в субботу небольшие и умеренные дожди очень даже вероятны. На улице 10-15 на небе облачно с прояснениями. Куда пойти работать? Подумать о будущем предлагают школьникам на открытых уроках кадры. Это занятие по профориентации молодежи. На встречу к школьникам приходят представители самарских предприятий и рассказывают о работе на своем производстве. О моде на пролетариат. Репортаж Марина Матвейшиной. То крестлесари-фрезеровщики профессии, в которых сегодня нуждаются предприятия. А вот юристы и экономисты свои позиции сдают. Всю правду о состоянии на рынке труда рассказывают школьникам на открытых уроках по профориентации кадры. Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Молодежь Самары», рассчитанной на пятилетку до 2018 года. Эта программа способствует успешной социализации и самореализации молодежи. Основную ставку мы, конечно же, сделаем на ребят, как говорится, младше, что пока еще не сформировано вообще желание, познание того, куда я пойду. Да нет еще точных определений. Есть только какое-то видение. Поэтому мы стараемся максимально рассказать по современному предприятию, показать его преимущество, что это совершенно новое оборудование уже, что это современные технологии, что это большое производство, это вообще большая компания. Будущие кадры подбирают себе и предприятия. Представители самарских заводов приходят на уроки, чтобы максимально правдиво рассказать о работе на производстве и присмотреть себе будущих сотрудников. Мы приглашаем школьников на экскурсии на наш завод. Они могут посмотреть сами производство, они будут видеть, как производится сантехник, как производится керамогранитная плитка. Они поймут, что это не только ручной труд, но сейчас это высококвалифицированный и это технологический труд. У нас практически половина производства сейчас автоматизирована. Открытые уроки профориентации кадры проходят в школах уже второй год и дают свои плоды. Все больше выпускников поступают в техникумы и профучилища, чтобы получить рабочую специальность. Многие приходят уже подготовленными. Во время школьных каникул ребята могут поработать на предприятии в качестве помощника-специалиста и попробовать свои силы в том или ином деле. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События. Русское географическое общество не перестает удивлять самарцев своими выставками. Летом можно было приобщиться к купеческому чаепитию, сегодня выставочные залы приглашают перенестись также на столетие назад, только уже на улицы Самары. Чем и как жил город на рубеже веков, расскажет Сергей Кизоркин. История Самары – начало 20 века, написанная маслом известным художником Александром Бакановым. От натюрморта до городских улиц и волжских просторов. Каждая картина – это не просто произведение искусства, это история отдельного уголка Старой Самары. Мастер, прежде чем браться за кисть, тщательно изучает старые фотографии, документальные архивы, гуляет по центру и буквально переносится в эпоху индустриализации, ренессанса и модерна в Самаре. Это вообще тема надолго, может быть, на всю жизнь. Самарские летописи, я, так сказать, с моготового, чем больше, таким длинным. Потому что нельзя, чем больше этот материал погружать, тем больше открытия и больше интереса к этому. То есть это уже перестает быть вот такой какой-то трактовкой, хронологией. Это выстраивается атмосфера. И событийный ряд, он уже не датный, не хронологический. Он уже скорее какой-то по ощущениям. Я обязательно регенерирую, то есть создаю какую-то жизнь, пытаюсь оживить ту среду, тот участок нашего города, интересный, значимый, событийный, живой. И населить его людьми. Герои живописных рассказов Александра Баканова и простолюдины, бурлаки-крючники, и высшее сословие, градоначальники, губернаторы, императоры. Коснулась кисть мастера и темы прибытия Александра II в Самару. Хорошо получаются и натюрморты. Через предметы быта и обихода посетители выставки в одно мгновение переносятся в прошлое. Здесь мне что нравится, вот как бы чувствуется этот собственный взгляд художника. И мне он симпатичен, он мне нравится, да. Вот и я осматриваю эти картины, любуюсь и получаю удовольствие. 11 картин Баканова из серии «Самарские летописи» выставлены в залах Русского географического общества. Выставка посвящена 165-летию Самарской губернии. Будет работать до конца октября в будни по вечерам, в выходные, начиная с полудня. Удивительный художник, удивительные картины нашей родной территории, картины глубокого содержания, великолепного качества, и художник достаточно известный. Картины выпускника Самарского художественного училища из серии «Самарские летописи» представлены в главном зале Московской Третьяковской галереи, находятся в частных коллекциях, в том числе у патриарха Русской Православной Церкви и президента России. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Новости спорта в эфире, и я передаю слово снова Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Бронзовую медаль с чемпионата России по велоспорту привез Денис Некрасов. Национальный чемпионат по автогонкам выиграл самарский пилот Егор Санин. Стрелок Дарья Вдовина – первый снайпер в России. Дарья Вдовина успешно выступила на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия. Из винтовки призер этапа Кубка мира участница Олимпийских игр в Рею выбила норматив мастера спорта международного класса и заняла первое место. Второе у Анны Жуковой из Белгорода бронзовая медаль досталась москвичке Марии Ивановой. Порадовала результативной стрельбой самарец Николай Репичев. Из пистолета с 25 метров он выбил бронзовую медаль. В финал российского ралли-кросса в Воронеже выиграл самарский пилот Егор Санин. В классе национальной перед последним этапом чемпионата страны претендентов на титул было двое – самарец и Айдар Нареев из Казани. Конкурентов разделяло 14 очков в пользу Санина. Из четырех квалификаций Егор выиграл две и оказался первым в стартовой решетке. Гонку за первое место в итоге самарец завершил шестым – сломалась коробка передач. Однако заработанных очков ему хватило для титула чемпиона России. Впереди у Санина чемпионат Европы в Германии. А теперь переместимся на велотрек. Многодневная гонка чемпионат России финишировала в Санкт-Петербурге. Самарец Денис Некрасов в паре с местным спортсменом Николаем Ильичевым закончили дистанцию третьими. Чемпионами страны стали Максим Пескунов и Сергей Ростовцев из Тулы. Серебро у питерских велогонщиков Дмитрия Страхова и Кирилла Бачкова. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...